По сообщению главного управления МЧС Алтайского края, с наступлением холодов в регионе резко возрастет количество пожаров. Причиной тому могут служить неправильная эксплуатация печного отопления или использование неисправных обогревателей. Для предупреждения трагедии сотрудники пожарного надзора проводят регулярные рейды. Один из них прошел в Благовещенке. В первую очередь инспектор посещает так называемые группы риска. Это малоимущие, инвалиды, пенсионеры, многодетные или состоящие на социальном учете семьи. Цель таких визитов не штрафовать, а в первую очередь объяснить или же напомнить элементарные правила пожарной безопасности. Вот видите, вот белье висит, да? Прямо над этой. Нельзя вот это делать, хорошо? Вдруг что-нибудь упадет, не дай бог. Это вот нарушение у вас на будущее, прям сегодня этим займитесь и уберете. Потому что у вас сама плита, ну как бы такая старенькая, ну я не вижу таких уж сильных повреждений, трещин. Основные нарушения, которые выявили в ходе рейда, это посторонние предметы рядом с теплоисточником. Пластиковые совки, пенопластовые потолочные панели, белье над раскаленной печкой. Особое внимание при осмотре помещений уделялось электропроводке, розеткам и обогревателям. Еще представители пожарного надзора отметили, конструктив в большей части проверенных печей не соответствует нормам безопасности. Раньше частный сектор, то есть дома, человек строит как себе угодно, да? Иногда доверяется кладка печей непрофессионалам, поэтому сейчас нужно соблюдать, если монтируете печь, необходимо приглашать специалистов, которые могут это делать. Раньше делалось, что каждый сам себе печки строился, поэтому в настоящий момент они не соответствуют требованиям, получается. Эта работа будет продолжаться весь отопительный сезон. Инспекторам необходимо обойти сотни домов. Некоторые посетят повторно, и если жильцы нарушения не устранят, их оштрафуют. Но пока надзорные органы обходятся предупреждениями, рекомендациями и раздают наглядные пособия по правилам пожарной безопасности, в которых, кстати, указано, как правильно монтировать печное оборудование. Алексей Бондаренко, Дмитрий Рыхтиков. Новости.